Пока со сцены бушу сердечной страсти, за кулисами назревает скандал. На открытии Славянского базара на одной сцене должны встретиться сразу две королевы русской песни. Ведь о том, как поссорились Надежда Никитишна с Надеждой Георгиевной, судачил весь руссконародный шоу-бизнес. Увница Бабкина в одном из интервью нелестно отозвалась о нарядах Кадышевой, мол, они недостаточно народные и хороводные. Я согласен, это всегда должны сравнивать Пугачеву с Ротару, Кадышева с Бабкиной. С тех пор минул не один славянский базар, а мужу Кадышевой до сих пор приходится оправдываться. Мол, наряды у Надежды хоть и иностранные, но шиты по отечественным лекалам. Костюмы все современные, ткани все последние итальянские и так далее, коллекционные, но сама подача славянская. Костюмы Золотого кольца настолько дорогие, что у них есть даже свой райдер, согласно которому организаторы концерта обязуются за свой счет перегладить всю сотню платьев до камзолов. Но если в жизни Кадышева предпочитает носить дерзкое мини, то на сцену она выходит исключительно в платьях принцессы. Семь костюмов будут менять. Пока же Надежда Никитишна на базаре меняет наряды, Надежда Георгиевна греется в народной любви и лучах звездной славы. Мы открываем 10-ю юбилейную звезду. Народную артистку Надежду Бабкину в Витебске закатали в асфальт. Надежда Георгиевна в шоке. Просто шоком, я вам скажу, я еще никак не могу садаптироваться. До этого Бабкина от звезд отказывалась, мол, говорит, была не готова. Но когда позвонили из Витебска, певица подумала и согласилась. Ведь именно после славянского базара и зажглась когда-то звезда Надежды Бабкиной. Я стала...